Добрый вечер, дорогие ребята! Здравствуйте, девочки и мальчики! Приветствуем вас всех! Дуняша, мы вчера с папой разглядывали карту Украины. И что интересного ты там нашла, Даша? Например, город Житомир. Да, есть такой город в Украине. Дуняша, а что это за город? Я о нем раньше ничего не слышал. Ну что ж, я могу вам о нем рассказать, если хотите. Очень хотим. Правда, ребята? Мой папа говорит, что Житомир очень красивый город. Да, это так. Что ж, отправляемся в Житомир. Житомир находится в северной части Украины. Он лежит на пересечении Подолья и Полесья. Мест, которые полны зелеными лесами и голубыми озерами. Наверное, там летом очень красиво. Да, действительно. Все утопает в зелени. Вот интересно, Дуняша, город Житомир древний или молодой? Я думаю, что древний. Ты не ошибаешься, Юрочка. Действительно, Житомир – город древний. Почему он так называется, Житомир? О названии города рассказывают легенды, ребята. У первых киевских князей Аскольда и Дира был дружинник по имени Житомир. Он не согласился служить врагам князей и спрятался в лесу. Поселился там, где сливаются реки Каменка и Тетерев. Именем дружинника Житомира и назван город. Это одна легенда рассказывает. А есть и другая. Согласно этой легенде, рассказывается, что местные жители с давних пор торговали хлебом и жили мирно. Потому и говорили о городе. Мир и жито. Мир житичей. Какие необыкновенные легенды, правда, Юра? Да, здорово. Я рада, что вам было интересно. А знаете, какие богатства хранит Житомирская земля? Какие? Здесь добывают гранит, топазы и хрусталь. Вот это да! А что такое топаз? Топаз – это камень самоцвет. Эти камни бывают самых различных цветов. И желтые, и коричневые, и голубые, и даже бесцветные. Их используют в ювелирных работах. Понятно. Нужно сказать, что через город Житомир протекают такие реки. Тетерев, Каменка, Лесная, Крошенко, Путятинка. Так много рек? Да, много. На берегах реки Тетерев есть гидропарк. И там можно замечательно провести время в любое время года. А недалеко от города, между селами Сенгуры и Перлявка, есть даже водопад. Не может быть! Может, поверьте, есть. И он называется «Вчелька». Хотелось бы побыть возле водопада. Ну, тогда вам нужно будет обязательно отправиться в Житомир. А вот скажи, Юрочка, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? Ну, я еще не знаю. Хотелось быть космонавтом. Ну, тогда тебе обязательно нужно побывать в городе Житомире. Почему? А потому что там есть музей космонавтики. В Украине не случайно музей космонавтики открыт именно в Житомире. Здесь появился на свет ученый и конструктор Сергей Королев. Благодаря этому человеку был запущен первый искусственный спутник Земли. Так что, если получится побывать в Житомире, обязательно посетите замечательный музей космонавтики. Ну, а наше путешествие заканчивается. Давайте вместе с ребятами посмотрим мультфильм. Замечательная идея. Смотрим. Вот и подошла к концу наша программа. Сегодня мы совершили увлекательное путешествие в город Житомир. А сейчас пора ложиться спать. Мы желаем вам спокойной ночи. И пусть оберегает вас ангел-хранитель. Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светятся в окне. Малыши в своих кроматках улыбаются во сне. Дремлет облака в постели. Спят игрушки и цветы. Детям лунной колыбели Снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно в небо улетая. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю.